И к нашему эфиру присоединяется Игорь Яковенко, бывший секретарь Союза журналистов России. Здравствуйте. 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 Вот мы вместе посмотрели сюжет. Прошло 18 лет. Очень многие и родственники погибших, и пострадавшие до сих пор ищут ответ на вопрос. Откуда началась стрельба? Первые взрывы? Можно ли было избежать столь масштабной трагедии? Как вы думаете, у них есть шанс получить ответы? И вот очевидно же, что операция по спасению заложников была провалена. Почему тогда общество не взбунтовалось российское? Ну, вы задали несколько вопросов. Давайте я по пунктам на них отвечу, так как я понимаю ситуацию. Пункт первый. До конца правления Путина объективного расследования не будет. Вернее, объективное расследование было, и оно установило, что заложники погибли, большинство, абсолютное большинство заложников погибло в результате штурма. То есть они не были убиты террористами, они были убиты теми людьми, которые организовали штурм, так как они его организовали. То есть с самого начала заложники были списаны. То же самое происходило в Норд-Осте, когда был применен газ, в результате чего погибли заложники. И в еще большей степени, в еще большей трагедии, это Беслан, когда заложники погибли в результате штурма. Они не были убиты террористами. Это совершенно не оправдывает террористов, но тем не менее показывает, кто конкретно убийца. Это первое. Второе. Можно ли было вообще избежать всего того, что произошло? Думаю, что да. И все возможности избежания вот этой кровавой трагедии, они были уничтожены. Вот уничтожены были сначала все возможности избежать этой трагедии, потому что были предприняты все силы. Во-первых, начнем с того, что наша российская информационная компания лжи, она вот очень ярко тогда себя была проявлена. Прежде всего, это нынешняя героиня всех ток-шоу, это Маргарита Симоньян. Тогда началось ее восхождение к нынешней ее роли. Она стала знаменитой благодаря своей лжи, которая в значительной степени обусловила дальнейшие трагедии. То есть она стала врать по телевизору о том, что заложников не 1100 с лишним, а 300 с чем-то. Вторая ложь, что террористы не выдвигают никаких требований, хотя они выдвигали требования. Это, естественно, взбесило террористов. Они смотрели телевизор, они сказали, ну ладно, если у вас такое количество заложников, значит, ну мы сократим количество заложников до этой цифры. Они, правда, не выполнили свое требование, но, по крайней мере, это обозлило террористов, они ухудшили содержание заложников. В значительной степени это спровоцировало дальнейшую трагедию. То есть ложь, то есть первое, это ложь, чудовищная ложь, в частности Маргарита Симоньян. Второе, это то, что стали отсекать тех людей, которые ехали для того, чтобы провести переговоры. Не пустили туда Анну Политковскую, ее отравили в самолете. Да, ее отравили в самолете, ее туда не пустили. А это был тот человек, с которым, в принципе, чеченские боевики, чеченские террористы готовы были разговаривать, потому что Анна Политковская была очень авторитетна среди тех людей, которые требовали независимости Чечни. Она в годы Первой Чеченской войны, в общем-то, была там очень популярна на той стороне. Собственно говоря, она была популярна среди всех честных людей, но она была популярна в том числе и на той стороне, на стороне сторонников независимости Чечни. Поэтому она вполне могла проводить переговоры. Рвался провести переговоры Руслан Аушев, его тоже не пустили. А это был человек, чрезвычайно, это был бывший президент Ингушетии, чрезвычайно популярный на Кавказе герой, летчик. Это, ну, действительно, человек, который мог, обладал авторитетом. Мы все понимаем, что такое авторитет, тем более военный авторитет на Кавказе. И это был человек, который мог предотвратить эту трагедию, реально, ну, по крайней мере, мог попытаться. Ему не дали этого сделать. Ну, я уж не говорю о том, что рвался Масхадов, который говорил о том, что он готов провести переговоры, что это не, так сказать, не от, вот, руководства независимой Чечни все исходит. Он готов был провести переговоры, готов был снять эту проблему. Никого не пустили. Почему? Потому что Путину нужно было, так сказать, ну, вот, то, как он сказал, мочить в сортире. Ему нужно было уничтожить. Ему нужно было показать вот эту свою брутальность. Ему было совершенно наплевать на жизни людей. Ему нужно было, он жаждал крови. Он жаждал крови для того, чтобы дальше продолжать закручивать гайки. Это была единственная задача. Но, кроме всего прочего, в этот момент продемонстрировали свою патологическую трусость все те, так сказать, лидеры, значит, силовых подразделений, которые потом были награждены звездами героев. Это руководители ФСБ, это руководители, значит, Министерства внутренних дел и так далее, которых не могли найти в это время вообще. То есть они куда-то всиделись. Но потом, когда все закончилось, они появили, поставили свои пиджаки, свою грудь, так сказать, под звезды героев. То есть это, ну, вообще, вот эта трагедия, она проявила в самой, ну, я бы сказал, в самой такой яркой, выпуклой форме, проявила то, что в дальнейшем развернулось во все то, что произошло с Россией. Ну, и такой еще маленький штришок. Единственный человек, которого наказали за все, что произошло, значит, в Беслане, это был главный редактор газеты «Известия». Тогда им был Раф Шакиров. Он опубликовал на первой полосе газеты «Известия», он опубликовал снимок о том, как выносят, значит, трупы детей. Ну, сочли, что зачем разжигать, зачем показывать людям вообще такие неприятные вещи, у них аппетит испортится, и его уволили. Скажите, а вот после этого теракта отменили выборы губернаторов. Вот этот теракт, теракт в Норд-Осте, как Путин использовал, чтобы укрепить вертикаль своей власти? Да, безусловно. После каждого теракта происходили какие-то, ну, как принято здесь говорить в российской пропаганде, асимметричные ответы. То есть, каким образом то обстоятельство, что, скажем, там, я не знаю, в Новосибирской области или в Рязанской области губернатора будут не выбирать, а назначать, ну, естественно, у террористов это вызывает ужас, и они, конечно, перестанут заниматься своей деятельностью. Ну, понимаете, я понимаю, что сарказм здесь, может быть, несколько неуместен, но, тем не менее, ну, вот как можно в голове своей установить причинно-следственную связь между отменой выборов губернаторов и контртеррористической борьбой? Каким образом там где-нибудь, так сказать, на Чукотке отменяют выборы губернаторов, и какая между этим связь и борьбой с терроризмом на Северном Кавказе? Это только в голове Путина и его последователей, так сказать, и его сторонников может установиться такая причинно-следственная связь. То есть любое событие, оно в пользу... То есть вот эта машина, она работает только в одну сторону, только в сторону закручивания гаек. Другого варианта реагирования на любые события, будь то засуха, неурожай, терракты, просто не существует. Дальше закрутить гайки и так далее. То есть на самом деле, ну, вот, немножко подкрутить свободу слова, там уволить главного редактора, потому что не так отреагировал. Ну, вы же помните, после Нурдоса, да, он обвинил в этом НТВ, вот то, что вы говорите, закрутить гайки прессе. Да, был уволен, да, был совершенно верно. Был уволен совершенно лояльный, вообще лояльный, что называется, значит, генеральный директор, тогда был вполне, это было уже после уничтожения независимого НТВ, был уволен вполне лояльный генеральный директор НТВ. Единственное, кого наказали. Всех остальных поощрили, в том числе и тех людей, которые отравленным газом убили заложников. Тогда просто вот, ну, тогда не было даже вопросов, кто это сделал. Потому что террористы, они сами были, так сказать, отравлены этим газом, они были расстреляны, они, в общем, не успели толком никого убить практически. Вот из той массы заложников убитым, они все были убиты этим газом. То есть убийцы были просто те самые спецслужбы, спецслужбы, которые организовывали, значит, спецоперацию по предотвращению ликвидации последствий теракта. Они были убийцы. Здесь то же самое. Вот эти 334 погибших заложника, в том числе 186 детей, они все на совести путинских спецслужб. Ну и, естественно, там и путинских пропагандистов, в том числе и Маргариты Симоньян. Вот на них кровь. Они сейчас, конечно, получают награды, получают звезды героев, ну и, так сказать, полную телевизионную трибуну. Вот такой вопрос, вот в этот день, знаете, такая интересная информация. Рамзан Кадыров объявил, что уходит в бессрочный и длительный отпуск. Глава Чечни, согласно опубликованному им посту в Телеграм, сегодня узнал, что является долгожителем среди действующих глав субъектов РФ и сам заметил, вот что засиделся, а вот поэтому считает, что заслужил отдых. Как это можно прокомментировать? Вы знаете, это не первый раз, когда... Ну, я здесь вспоминаю, конечно, фигуру несопоставимую по масштабу с Рамзаном Кадыровым. Это тот самый Иван Васильевич, который по кличке Грозный, который тоже периодически пугал свое окружение, пугал, так сказать, народ тем, что он уйдет в монастырь, откажется от трона и так далее. Для того, чтобы проверить, а вообще кто лоялен, кто будет плакать, кто будет его уговаривать, а кто скажет, ну ладно, раз ушел, так ушел. И здесь Кадыров, понимая прекрасно свою тесную связь с Путиным, это действительно сиамские близнецы, вот они уйдут, так сказать, в какой-то последовательности, но примерно одинаково. Значит, он пугает этим, он пытается здесь набить себе цену. Я думаю, что никакого ухода Кадырова не произойдет. Ну, можно, конечно, ошибаться, но я думаю, что в таком случае, в такой ситуации ошибиться невозможно. Это набивание всей цены, это попытка, так сказать, вот заставить себя уговаривать, и его окружение, не чеченский народ, конечно. Чеченский народ, чеченскому народу абсолютно чужд вот этот вот режим, значит, шах-эн-шаха, режим падишаха, которым называют официально уже, Кадыров называют падишахом. В чеченском обществе никогда сроду не было падишахов. Это Иран, это Афганистан в какой-то степени, но чеченское общество, это общество с очень серьезно, это свое время... Ну, сейчас какое-то время... Крысы пока еще не бегут... При первых, там, вторых, третьих... Как вы думаете, почему он не пришел на похороны? Ну, здесь, мне кажется, очень понятно, так сказать, Горбачев это абсолютный антагонист Путина. Путин, безусловно, ненавидит его. Путин человек, который сказал, что распад Советского Союза был величайшей геополитической катастрофой. Путин, так сказать, патологический враг свободы. А Горбачев, тем не менее, главные события. Я понимаю, что очень многие сейчас ставят вину Горбачева очень многие вещи, очень многие слова. Не хочу их сейчас цитировать, приводить, но тем не менее, понятно, что многим есть за что упрекать Горбачева, но все-таки есть умение отличать главное от второстепенного. И главное, что сделал Горбачев, он действительно дал свободу. Причем он дал свободу всем гражданам Советского Союза. Ну, вот страны Балтии этой свободой воспользовались, Украина этой свободой воспользовалась, Молдова и частично Грузия свободой этой воспользовалась, а россияне нет, не смогли, не сумели. Значит, Путин ненавидит Горбачева лютой ненавистью. Это человек, который пытается всеми мерами, всеми силами нейтрализовать то, что делал Горбачев. Поэтому, конечно, его присутствие... Да, он сказал какие-то дежурные слова. Он, так сказать, в одиночестве навестил Горбачева в больнице, в морге больницы, возложил цветы, ну, потому что совсем игнорировать. Все-таки, что никак ни крути, но Горбачев – это величайший, безусловно, государственный деятель нашей страны. И поэтому совсем игнорировать его, ну, это было бы совсем уже странно. Ну, если бы не Горбачев, то такой человек, как Путин, никогда бы не стал президентом такой великой страны. Да, это безусловно. Да нет, вообще, если бы... Я думаю, что, я не знаю, дослужился ли бы Путин до подполковника, потому что это был бы удел Путина, безусловно. Ну, максимум карьеры перевели бы его в Бонн, например, да, из Дрездена, к примеру, и на этом бы вся карьера боевая закончилась. Исключено, абсолютно исключено. Это невозможно, потому что в Бонне... Понимаете, главное достоинство Путина – это умение вербовать, вербовка. И это было легко, когда у него было удостоверение штази, он это делал. В Бонне требовались совершенно другие навыки. Это все-таки существование в условиях нелегальности, это другие навыки. Путин патологический трус, в этих условиях он работать, конечно, не мог. Так что это исключено. Ну вот, а дальше, завклубом, да, это все. И, кстати говоря, все эти люди, которые сейчас истерически критикуют, ругают Горбачева, ненавидят его. Я посмотрел телевизор, где эти люди хают Горбачева. Ни один из них не стал бы, не получил бы там большую федеральную трибуну, не стал бы там депутатом. Смешно даже говорить, что было бы со всеми этими там Соловьевыми, Третьяковыми и прочими там депутатами Государственной Думы. Они бы выше, так сказать, райцентра своего никогда бы не поднялись. Поэтому, конечно, это чудовищная, помимо всего прочего, чудовищная неблагодарность. А так Горбачев, безусловно, величайший политический государственный деятель России, скажем так, в широком смысле 20-го столетия. Вы правы, просто все распорядились свободой по-разному. Еще такой вопрос. Генерал Коношенко в очередном видеодокладе сообщил, что российская армия уничтожила 44 Хаймарса на территории Украины. Я посмотрела ваш блог. Интересное предположение, что началось восстание машин, и Хаймарсы на плодородной украинской земле начали размножаться. Но все же, на кого рассчитана ложь вот в таких масштабах? Слушайте, вот понимаете, поскольку я в силу одной из своих многочисленных специализаций, я медиакритик, я смотрю российский телевизор. И вот такая ложь – это стандарт. Понимаете, откуда вот этот генезис лжи? Там высказываются гипотезы, что перепутали сами установки Хаймарсов со снарядами. Может быть, действительно, где-то было уничтожено 44 снаряда. Может быть, я не знаю. Возможно, они посчитали те деревянные макеты Хаймарсов, которые, так сказать, украинцы для того, чтобы дезориентировать российскую артиллерию, выставляли. Может быть так. А может быть, человек просто соврал. Ну, вот как стоит Коношенков и вот думает, что бы ему сказать. Дай-ка, думаю, совру про Хаймарса. Если вообще посчитать, я начал было считать, сколько вообще в целом украинских военнослужащих, по-моему, если суммировать все, что говорит Коношенков, то число украинских военнослужащих, которые были уничтожены за эти полгода войны, оно превышает несколько, не только всю численность украинской армии, но и приближается к численности всего населения Украины, так сказать, вот в целом. Если уж говорить о числе бронетехники, там, самолетов, то это намного больше, чем все вооружения, так сказать, Европы и приближается к числу всех танков и самолетов всего мира. То есть, ну, врут просто. На кого ориентировано? Ну, понимаете, память о аудитории Коношенкова, я не говорю о всех россиянах, а аудитории Коношенкова, она примерно как у аквариумных рыбок. То, что говорил вчера, забывается. Я не хочу обижать никаких животных, в том числе аквариумных рыбок, но так принято говорить, это уж такой стереотип. Поэтому расчет на то, что то, что он вчера говорил, это все сегодня забывается. Нужна новая порция оптимизма, новая аэропорта побед, тем более в условиях, когда, в общем, реальных поводов для оптимизма у российской армии нет. Российский Первый канал возвращает в сетку вещаний развлекательные программы. Об этом заявил гендиректор канала Константин Эрнст. Зачем они это делают? Как-то понимают, что перекормили зрителя войной, и нужно какой-то сделать перерыв на танцы со звездами. Вы знаете, это связано с очевидными причинами. Дело в том, что на 25% в среднем все федеральные каналы уменьшили свою аудиторию. Это очень серьезная история. Первый канал отличается, и Константин Эрнст отличается от, скажем, ВГТРК, и в частности от России-1, России-24 и так далее. Он отличается принципиально тем, что у него намного меньше доли государственного инвестирования. То есть это не полностью, хотя, конечно, это абсолютно подконтрольный Кремлю канал, но он по структуре собственности, он не полностью государственный. Он там 51% это вроде бы как формально частные акции. И он очень сильно зависит от рекламы. А падение, ну там удары идут с разных сторон. Во-первых, то обстоятельство, что ушли практически все известные зарубежные бренды, это обрушило рынок рекламы. То есть Эрнст оказался в очень таком тяжелом положении. Государство, да, в три раза в целом увеличило финансирование телевидения, но с учетом невероятного падения рекламного рынка, ну все рекламные, все основные, кто основной рекламодатель был, это зарубежные бренды. Они ушли. И звезды ушли, и Ургант ушел, Гудков ушел. Да, звезды ушли. То есть, ну и в результате еще на 25%. Больше всех потерял первый канал, кстати, аудитория. Естественно, ну что делать? Возвращают развлекательные передачи. А сокращение вот этой вот на аудиторию было связано с тем, что засилие там Соловлева, Шенина, значит, все это вот, всего этого бракобесия, оно не компенсировало. То есть, на самом деле, ну перекормили действительно. Понимаете, когда пять часов в эфире Скобеева со своей сворой, когда Соловьев бьет рекорды, он же в книге рекордов Гиннесса по продолжительности пребывания в эфире, он просто в книге рекордов Гиннесса. Больше него в мире никто не торчит в телевизоре. И это, в общем, перебор, безусловно. То есть, ну, круглосуточно, семь дней в неделю, 24 часа в сутки, это перебор даже для, ну, остались только самые стойкие. Ну, вот и я, поскольку у меня работа такая. Но я не делаю погоды. А вот на ватников, на таких пропутинцев оказалось надежды немного. То есть, на самом деле, приходится возвращать развлекательные программы. Это свидетельствует еще и о том, что помимо того, что украинская армия сейчас перемалывает силовую поддержку, то есть уничтожает силовиков, а вторая поддержка – это, безусловно, пропаганда. Это вот информационные войска. И они тоже оказываются подрублены. То есть, на самом деле, это свидетельство того, что, в общем, режим медленно, путинский фашистский режим, медленно, очень медленно, к сожалению, но начинает трещать. Вот эти трещины, они проявляются в том числе в снижении аудитории федеральных каналов. Спасибо вам огромное. Спасибо за ваши комментарии. Я напомню, Игорь Яковенко, бывший секретарь Союза журналистов России, был с нами на связи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!